Статья временного поверенного в делах России в Швейцарии С.В. Кудрявцева, опубликованного в швейцарском журнале. Она также размещена на сайте Диппредставительства. Сегодня, накануне 80-х годовщины начала Второй мировой войны, возникает много спекуляций на тему причин, приведших к этой величайшей трагедии XX века. Активно раскручивается информационно-пропагандистская кампания, цель которой переложить историческую вину за начало этого конфликта на Советский Союз и очернить Россию как его продолжателя. При этом события вырываются из общего контекста, передергиваются либо замалчиваются за документированные исторические факты. В частности, резкой критике подвергается подписанной в ночь на 24 августа 1939 года в Москве договора на ненападение между гитлеровской Германией и Советским Союзом. Например, публикация «Пакт Гитлера-Сталина» был намного больше, чем «Прелюдия к мировой войне», дается издание за 23 августа 2019 года. Однако, мало кто вспоминает в этой связи, что вынудило советские власти пойти на этот шаг. Факты говорят о следующем. После Первой мировой войны Англия, Франция и США на правах победителей стремились закрепить свое доминирование путем ослабления потенциальных соперников. Германия подверглась поражению в правах, демилитаризации и репарациям. Османская империя и Австро-Венгрия разделу, а Советская Россия – международной изоляцией. Таким образом, вдоль всей протяженности наших западных границ сложился кордон из возникших на обломках Российской империи государств, зачастую с националистическими режимами. Самым крупным из них была Польша, отторгнувшая от России территории Западной Белоруссии и Западной Украины. Насильственная полонизация местных жителей к концу 1920-х годов переросла в неприкрытый государственный террор. Подлинное отношение Великобритании и Франции к Польше продемонстрировали Локарнские соглашения 1925 года. Еще тогда границы Германии были разделены на западные незыблемые и восточные, в отношении которых у немцев оставались развязанные руки. Иными словами, крепнущий немецкий реваншизм имелось в виду не подавлять, а направить в правильное восточное русло. 23 сентября 1938 года в Мюнхене прошла конференция, по итогам которой было подписано соглашение между нацистской Германией, фашистской Италией, Великобританией и Францией. Его результатом сначала стал раздел в марте 1939 года Чехословакии между Германией, Польшей и Венгрией, а затем и полная ее ликвидация как самостоятельного государства. Эти действия, направившие натиск Гитлера на восток, стали истинной прелюдией ко Второй мировой войне, исключивной на том этапе формирования единой антигитлеровской коалиции. Примечательно, что уже тогда Уинстон Черчилль в Британской палате общин охарактеризовал происшедшее так. Выбирая между позором и войной, премьер-министр Великобритании Невил Чемберлин выбрал позор и теперь получит войну. История показала, что он был прав. Фактом является и то, что с момента прихода нацистов к власти СССР стремился проводить политику общеевропейской коллективной безопасности. В 1934 году советское правительство откликнулось на предложение французского министра иностранных дел Луи Барту, выступившего с инициативой Восточного пакта с участием всех государств Восточной и Центральной Европы, включая СССР и Германию. Адольф Гитлер отказался подписывать такое соглашение и по иронии судьбы Германию горячо поддержала Польша. Слепой антисоветизм польского правительства толкал его в орбиту гитлеровского влияния. Немцы же поощряли такие настроения. Отдали Польше в 1938 году часть Чехословакии, а затем обещали поделиться советской Украиной и обеспечить выход к Черному морю. Эти намерения подтверждаются в записи бесед глав внешнеполитических ведомств в Германии и Польше Иохима фон Риббентропа и Юзефа Бека, состоявшейся в январе 1939 года в Варшаве. Варшава Варшава Тактическое соглашение с Берлином обеспечило Советскому Союзу полтора года мира и помогло отодвинуть на Запад границу с Германией. Главной задачей на тот момент являлось обеспечение национальной безопасности, пусть и ограниченное по времени, ведь к тому моменту никто уже не верил в сохранение долгосрочного мира. Показательно, что подписание этого договора было совершенно проигнорировано в Варшаве, однако в Токио оно было резко осуждено, и именно этот шаг удержал Японию от нападения на Советский Союз в 1941 году. Спустя всего неделю после подписания пакта Молотова-Риббентропа 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Происшедшее стало крупнейшим поражением Великобритании и Франции. Стремясь обезопасить себя и подтолкнуть Германию к нападению на Советский Союз, они сами пали жертвой собственных интриг. Впоследствии Советский Союз принял на себя самые жестокие удары нацистской Германии. Именно на нашей территории проходили крупнейшие по количеству задействованных войск и техники битвы, которые и предрешили исход всей Второй мировой войны. И абсолютно закономерно, что именно Красная Армия, благодаря мужеству и самоотверженности ее бойцов, в результате сокрушительного шторма Берлина поставила победную точку в войне с Германией. При этом мы никогда не делили победу на свою и чужую. Всегда высоко ценили вклад союзников по антигитлеровской коалиции, всех тех, кто плечом к плечу сражался с нацизмом во имя правды и справедливости. Победа далась огромной ценой. Потери Советского Союза были колоссальными – 27 миллионов человеческих жизней. Это очень страшная цифра, которая более чем в три раза превышает современную численность всего населения Швейцарии. В России нет ни одной семьи, которая не пострадала бы от этого конфликта. Именно поэтому память об этой войне, которую в России называют Великой Отечественной, столь сильна до сих пор. Временный поверенный в делах России в Швейцарии С.В. Кудрявцев. Статья опубликована в швейцарском журнале. Статья опубликована в швейцарском журнале.